Приветствую, друзья! Три недели продолжается война с Украиной. Уже три недели многих из нас неотступно преследует мысль, а как вообще получилось, что наша страна развязала войну? Наши с детства воспитывали в духе, что нет ничего страшнее, что войну начинают только фашисты, что бомбежка мирных городов – это вообще немыслимое злодеяние. Вообще у народа, потерявшего десятки миллионов жизней в Великую Отечественную, должен быть иммунитет от войны. Но этот иммунитет как будто дал трещину. Мы все встречали наших сограждан, которые оправдывают войну, которые как будто видят другую реальность, которые готовы даже самые страшные, ужасные, очевидные факты истолковывать в соответствии с геббельсовским нарративом власти. И что самое ужасное – это не боты и не тролли, это реальные люди с промытыми мозгами. В соцсети полны историй, как чьи-то члены семьи начинали как зомби, на полном серьезе, повторять полнейшую чушь про киевских нациков и бандеровцев. И тут надо сказать, что единственный проект, помимо воровства, который получается у Путина – это пропаганда. Этот проект стал успешным не потому, что пропаганда очень умная и изощренная. Нет. А потому, что она массированная, тотальная и лобовая. Пропаганда сбивает с толку, создает ощущение однородности общественного мнения и дает людям оправдание для своей пассивности. Вот, пожалуй, самым наглядным и трагическим примером работы путинской пропаганды была история со сбитым малазийским Боингом MH17. Вот есть сухая фактура. Пассажирский Боинг сбит выстрелом из зенитного комплекса БУК. Погибли 300 человек. Маршрут, бортовой номер, принадлежность БУКа российской армии досконально изучены и доказаны. Присланные из России боевики сами признались в атаке на самолет. Правда, когда еще не поняли, что сбили пассажирский Боинг. Казалось бы, очевидная картина. Невозможно придумать какое-нибудь иное правдоподобное и логичное объяснение этому преступлению. Но в этом-то и сила путинской пропаганды, что она идет другим путем. Она не дает одно исчерпывающее альтернативное объяснение. Она заваливает зрителей десятками бредовых, противоречивших друг другу объяснений. Украинская ракета, украинский истребитель, украинский транспортник спрятался за пассажирский Боинг. Украинский диспетчер специально направил Боинг в зону обстрела. Это была намеренная провокация. Боинга не было вообще, а Украина специально уронила самолет с мертвыми телами, чтобы обвинить Россию. Куча других бредовых версий. Смысл не в том, чтобы люди поверили в какую-то одну версию, а в том, чтобы просто потерялись в этом бреду. Чтобы перестали понимать, где та единственная реальная картина произошедшего. Чтобы у публики сложилось впечатление, что раз нет одной версии, то все не так однозначно. Это ваше оценочное осуждение. Помимо большого количества бредовых, отвлекающих от реальности версий, пропаганда берет тотальностью. Первый канал, Россия, НТВ, РНТВ, Царьград, прочие. На какую кнопку пульта не нажми, все равно попадаешь на какое-то пропагандистское шоу. От ошалевших, от безнаказанности нацистов и их выкормышей. Подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины. Нацист! Это нацист! Что это нацист? У зрителя возникает ощущение, что вообще все так думают, все считают, что с Боингом не все так однозначно. И сопротивляться этому очень сложно. К тому же сопротивляться не очень хочется. Ведь не хочется верить, что солдаты твоей страны, оружием твоей страны не просто случайно взорвали 300 неповинных человек, а всеми силами пытаются отмазаться от ответственности за сделанное. Нормальный человек просто не может и не хочет в это верить. Потому что как жить-то дальше с таким знанием? Вот люди и цепляются за соломинку пропаганды. Точно такая же ситуация с работой пропаганды по вторжению в Украину. В ходе спецоперации на Украине. Это военная операция. Это о целях спецоперации. Противостоять этому массированному зомбированию людей очень сложно, но нужно. Нужно использовать каждую возможность, чтобы пробиться через вот этот блок к мозгу и чувству нормальных в целом-то людей. Рано или поздно это срабатывает. Это понимает и боится власть, постепенно отключая все неподконтрольные ей линии коммуникации людей с внешним миром. Я прошу вас, зарегистрируйтесь по ссылке в описании и оставьте свой имейл. Когда и если YouTube тоже будет заблокирован, нам придется доставлять до вас правду другими способами. Итак, начнем с ставшего буквально мемом любимого тезиса кремлевской пропаганды. А где вы были 8 лет назад? Подразумевается, что 8 лет назад киевская хунта начала уничтожать русский народ Донбасса. А вы, мол, опомнились только сейчас. У меня есть очень простой ответ на этот вопрос. Знаете, 8 лет назад я был на Донбассе. Был в Киеве, был в Харькове, был в Донецке. Я лично видел, как все это начиналось. Я видел людей, выходивших к администрации Донецка. Я говорил с ними. Они были недовольны Майданом, поскольку Янукович, хоть и ворюга, но земляк. Но, конечно, никакого геноцида или преследования они не ощущали. Я видел первых ополченцев на Донбассе. Они были из России. Ими руководили офицеры ФСБ и ГРУ, в чем позже они сами признались. Там, куда вот эти вот так называемые добровольцы из России пришли спасать русскоязычный народ, там и была стрельба, жертва и разруха. А там, где их не было, например, в Харькове, там все жили мирно, говорили на русском и украинском, выбирали и прогоняли своих мэров, но никого не пытали по подвалам, и даже вранья про распятых мальчиков не было. Поэтому, когда пропагандисты говорят про 8 лет страданий народа Донбасса, они говорят про заслуги российских так называемых добровольцев и путинской власти. Следующий тезис российской пропаганды. Война с Украиной – это спасение народа Донбасса. Вообще, спасение – дело хорошее. Только вот как спасают людей удары крылатой ракеты по центральной площади Харькова, где у многих жителей Донбасса родственники? А может, народу Донбасса поможет бомбардировка роддома в Мариуполе? Может быть, поможет расстрел журналистов под Киевом? Ракетные удары по атомным электростанциям? Нет. Это не спасение народа Донбасса. Это уничтожение государства и народа Украины. Вот как превращение Украины в развалины может помочь народу Донбасса? Как спасаемый народ Донбасса вообще будет жить после войны? Посреди разрухи и всеобщей ненависти. Да и кто сказал, что народ Донбасса хотел такого спасения? Это кто вообще сказал? Это вот эти жулики-марионетки, поставленные Кремлем во главе ДНР и ЛНР? Я знаю многих людей из Донецка, уехавших от разрухи, от диктатуры кремлевских ставленников в Киев и Харьков. Таких десятки и сотни тысяч. А вот теперь и их новый дом тоже разрушен. Следующий тезис. Украину надо освободить от нацистов. В 2014 году произошел кровавый и антиконституционный переворот в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты и радикалы, взявшие курс на построение вместо Украины антироссии. Слушайте, вот есть действующий президент Украины Владимир Зеленский. По национальности Зеленский еврей. Его родной язык русский. Его люди избрали президентом Украины. Вот готов ли Путин выйти на честные выборы с таким же Зеленским, но в России? Смешно спрашивать. Путин вообще-то помнит, что такое честные выборы? И вообще, что Путин говорит об украинской национальности. А вот это гораздо больше похоже на нацизм. Это ведь именно непризнание других национальностей и их права на существование. Это и есть нацизм. Так кто кого должен освобождать? Нам часто показывают картинки с украинскими фашистами. Да, они есть. А что, в родном городе Путина, в Санкт-Петербурге, мало таких? Это общая беда человечества. Мы быстро забываем, куда ведут подобные идеи. Но если еще три недели назад, я бы согласился, путинская автократия лучше справляется с внешними проявлениями фашизма. И ошибся бы. Внутри России, внутри Кремля рос чудовищный фашистский гнойник. Он просто старался скрыть свои внешние симптомы. Вот знак ЗЭП. Отсылает к войскам СС и к фашистской армии центр, разорявший Украину во время отечественной. Той отечественной. Повышенное равнине, за метром метр идут по Украине солдаты группы центр. Случайность? Термин «национал-предатели», распространенный Путиным, введен в обращение к Гитлером. Случайность? Тезис о решении украинского вопроса. Тоже просто прямой слепок, прямое заимствование из Геббельса. Тоже случайность? Не много ли случайностей для так называемых борцов с нацизмом? Следующий тезис пропаганды – борьба с расширением НАТО. Вообще, Североатлантический альянс – это любимый жупел Кремля и особенно дедов из Совета Безопасности. Это не первое заявление официальных лиц США. Мы с ними знакомы. Но хочу подчеркнуть, раз они предрекают, значит, они и планируют. Ну а если планируют, то могут реализовать. Давайте просто задумаемся. А в чем должно заключаться вот это вот самое нападение НАТО? Ядерный удар? У нас больше всех в мире ядерных боеголовок. Ядерный удар по России – гарантированное взаимное уничтожение. Завоевать в ходе наземной операции? Во-первых, мы всегда можем ответить ядерным оружием. Даже если вообще не будем запускать ракеты, а просто взорвем их на своей территории, умрут все. На земле только тараканы выживут, и то не точно. А во-вторых, вот как вы вообще это себе можете представить? Сколько нужно солдат, чтобы завоевать Россию? 10 миллионов? 20? Это невозможно физически. После начала войны с Украиной мы видим реальную готовность НАТО воевать с Россией. Это готовность нулевая. А главное, и до войны Украину никто не собирался принимать в НАТО. Ну да, НАТО в результате войны подошло к нашим границам ближе, чем было. Отличное достижение. Успех. Отдельный пропагандистский штамп. Путин напал на Украину, потому что иначе Украина или НАТО, тут пропагандисты путаются, напали бы первыми. Мол, чуть-чуть и уже было бы поздно. Вообще, это вот только глаз в подворотне можно подбить неожиданно. А военную операцию надо готовить. Первые сообщения о концентрации российских войск для нападения появились в ноябре 2021 года. Нападение произошло в конце февраля 2022 года. То есть стягивание войск, разворачивание инфраструктуры, подготовка планов заняли минимум 4 месяца. Все это время западные разведки, расследовательские центры, СМИ писали об этом, публиковали снимки, карты, планы. Если бы Украина или НАТО были в двух днях от нападения на Россию, то мы бы видели миллион неоспоримых свидетельств подготовки вторжения. Концентрация войск, бронетехники, развертывание снабжения. Где все это? Не видно. Следующая пропагандистская пугалка про ядерное и бактериологическое оружие. Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина собирается создать собственное ядерное оружие. И это не пустая баравада. Нам говорят, Украина полностью зависима от США. И именно США помогали Украине создавать ядерное и биологическое оружие для нападения на Россию. Вот вы мне объясните, где вообще логика? Зачем США для нападения на Россию создавать такое оружие именно в Украине? У нас же полупрозрачные границы, куча российской агентуры, просто родственники по обе стороны границы. Ну не проще ли в нужный момент привезти десяток ампул и полсотни боеголовок, если уж так охота самоубиться именно с территории Украины, а не, например, из Балтики или из Черного моря? Вообще, если говорить про ядерную угрозу в контексте Украины, то наибольшую опасность представляют как раз действия российских войск. Обстрел или обесточивание Чернобыльской и Запорожской атомных электростанций действительно могут устроить гигантскую грязную бомбу недалеко от российской границы. Ну а страшилка про бактериологическое оружие, ну она вообще идиотская. Объявить обычную эпидемиологическую лабораторию местом производства летучих мышей и птиц способом доставки биологического оружия? Харкевским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса птичьего гриппа. Украина, к слову, как и Россия, постоянно находится под угрозой эпидемии холеры, чумы, геморрогической лихорадки, сибирской язвы, ящера. Да, эти эпидемии удается быстро гасить. Но для этого и существуют научные центры, система санэпидемстанций с лабораториями. И выдавать их за центры разработки биологического оружия с доставкой мышами? Хорошая попытка, но идиотская. Объяснить птицам или летучим мышам, что им предстоит заражать только потенциального противника, невозможно. Собственно, вся история эпидемии ковида говорит нам о том, что начавшись в одном месте, заразная болезнь дальше уже не разбирает границ. Страдают вообще все. И нужно быть идиотом или самоубийцей, чтобы использовать биологическое оружие в соседней стране. А биологическое оружие, которое поражает только русских и украинцев с российским паспортом, а обладателей украинского паспорта не трогая, не существует даже в теории. Но даже если вы опровергли все аргументы пропаганды о необходимости начала войны, они подкидывают еще один. Мол, в любом случае, неважно, правая война или неправая, нельзя желать своей армии поражения. Ну все ж, это важный аргумент. О нем стоит говорить отдельно. Это аргумент, логическая эмоциональная ловушка. Нельзя желать своей армии поражения. Нельзя желать своим солдатам смерти. Нельзя, да. Поэтому мы и желаем им другого. Мы желаем, чтобы наших солдат перестали делать военными преступниками. Чтобы наши солдаты вернулись домой живыми и здоровыми. А те, кто обдуманно убивает мирных людей, напав на соседнюю страну, говоря, что это попутно, это не наши солдаты. Да, это дети нашего народа, ставшие убийцами. И у таких убийц нет национальности. Они мне не наши. Как мне не наш битцевский маньяк или Чикатило или Басаев. Чтобы спасти наших солдат о гибели или участи убийц, надо закончить войну. Закончить, а не просто проиграть. Эта война уже проиграна. Нельзя выиграть несправедливую войну против целого народа. Это невозможно. Можно уничтожить население. Захватить страну. Но выиграть такую войну нельзя. Ее нужно остановить прямо сейчас. Не как миротворцы, как там говорили. Мы тут оккупанты, людей убивали, видны. И судить тех подонков, которые, сидя в уютных студиях и зарабатывая на очередной дорогой домик, гонят на убой наших солдат и отравляют ненавистью наш народ. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Помогите по максимуму с его распространением. Чем больше людей будет понимать, что их обманули, тем скорее прекратится война. Тем больше жизни будет спасено. Конечно, у меня нет возможности рассказать про все пропагандистские выдумки. Что-то я наверняка упустил. Пишите в комментариях, что еще нужно обсудить. Счастливо вам!